Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Легенды. Играем мы сегодня составами от подписчиков в испытании Живите Долго Играчи. Друзья, беру составы с предыдущего испытания и первым написал Плутон Геймер. Попросил, друзья, чтобы я взял Карай. Давайте-ка найдем Карай. Отлично. Шреддера. Вот не уточнил, друзья, какой Шреддер, поэтому я беру Шреддера из мультика. Итак, мультиашный Шреддер. Где же ты? Где-то здесь он должен быть. Вот он, Супер Найген. Эйприл из мультика. Замечательно. Где-то здесь она должна быть. Есть. Кроме того, Мутант. Папа не совсем понял, кого он имел в виду. Ага, это Керби Мышь. Команда дочки и отцы. Не совсем я понял. Ага, ну да, в принципе, вот согласен Керби Мышь. Вот Карай, дочь Шреддера. Хотя, спорно, потому что родная Сплинтера. Кроме того, у Эйприл отец Керби Мышь. Мутант. Итак, вот он, Керби Мышь. Всего четыре героя, если я не ошибся. Да, Карай, Шреддер. Эйприл из мультика. Плюс Папа. Вот, Мутант. Ну, вот такая вот интересная команда от подписчика. Ну, что же, вперед. Давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Вот, ну что же, начинает бой Карай при помощи своего копья и пытается выбить одного из рыцарев. Без проблем это у нее получается. Ну, что же, очень неплохо. Дальше в атаку идет Шреддер, выбивая очередного вот фута, можно сказать. Ну, больше похож на рыцаря. Следующего добивает Эйприл своим веером. Ну, что же, здорово, друзья. С первой волной справились мы шутя и переходим ко второй волне, в которой встречает целая куча склетов. И Керби Мышь отец Эйприланил выбивает очередного склета неплохо. Вот ядовитый порошок от Карай и очередная победа. Кроме того, Шреддер призывает нить и сам идет атаку, добивая остальных склетов. Ну, что же, просто чудесно. Итак, третья волна, третья волна. И Эйприланил при помощи Разума Телекинеза выбивает Пиццилицева. Здорово. Решил перекусить рыбкой Керби Мышь и тем самым восстановить отряда. А завершает бой Карай, Метая, Кунаева все стороны. Супер. Ну, что же, отличнейшая победа. Хороший бой. И мы идем дальше командами от подписчиков. И следующая команда от Капюшон Слэйт. Попросил, друзья. Итак, друзья, какая-то проблема. Вот выбила мой... Вот почему-то выбила игру. В чем проблема, непонятно. Вчера была та же проблема. Не вот сегодня, а вот очередной результат. Интересно, сохранило ли вот то, что мы победили в первом раунде. Сейчас мы это посмотрим. Итак, друзья, испытание. Вот сохранилось ли... Вот да, первый эпизод сохранился. Ну, что же, тогда мы идем, друзья, во второй эпизод. И я беру команду от Капюшона Слэйт. Попросил он, чтобы я взял Шредера, Рокзара и Крэнга. Всего три героя. Ну, что же, я думаю, без проблем мы должны победить. Итак, Рокзара я нашел. Нам нужен Крэнг. Где-то вот здесь он должен быть. И еще нужен Шредер. Вот всего тройка героев. Посмотрим, как они справятся в бою. Итак, вперед в атаку. Вот ожидает Человек Гриб. Плюс, опять же, Рыцари. Футы. Посмотрим. Итак, Рокзар. Удар сверху когтями. И Человек Гриб побежден. Очень неплохо. Вот адары когтями от Шредера из мультика. И очередной враг повергнут. Ну, что же, замечательно. Кроме того, усиливает атаку нашего отряда Крэнг. Здорово. Теперь наши герои будут больше нанесить повреждения. Это тоже радует. И добивает последнего фута. Ну, больше похоже на Рыцаря. Это Рокзар справился неплохо. Переходим ко второй волне. Здесь, опять же, вот Рыцари, Белкоиды, плюс Терминатор, Таракан. Вот подлечим наш отряд благодаря особой способности Шредера из мультика. Здорово. И пойдем в атаку всеми силами. Шредер направляет своих нить, которые сметают просто вторую волну. Просто здорово. Итак, супер, друзья. Переходим к третьей волне. И здесь уже ожидая сюрприз. Здесь уже Лео Рыцарь плюс Джастин. И для них есть особый сюрприз от Крэнга. Вот Крэнг подает ядреную бомбу, которая летит и взрывается. Ну что же, вот великолепнейшая победа. Хороший бой. И мы идем дальше с вами командами от подписчиков. Итак, следующая команда от подписчика. Это Максим Виер. Вот, попросил Максим, чтобы я взял самые первые герои. Без проблем. Вот, кстати, награду дали нам Пиццелицева. Ну что же, давайте-ка для третьего эпизода я возьму пять первых героев. Это у нас Сплинтер, Микеланджело Ведения, Донни Ведения, Бакстер Стокман и Раф из мультика. Вот такая вот необычная команда от Максима Виера. Ну что же, посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед, вперед. Вот, друзья, и в начале боя давайте-ка я усилю атаку нашего отряда благодаря Сплинтеру. И вот медитирует, и у наших героев появляются дополнительные способности. Кроме того, пусть Микеланджело Ведения прокачает точность. И теперь уже наши герои смогут наносить более продвинутый урон. Супер. Вот, кстати, друзья, точность прокачана, а вот атаку можно еще добавить. Давайте-ка, друзья, я еще прокачаю атаку. Прокачивать атаку, отряд так прокачивать. Итак, супер, друзья, а вот теперь начнем массовую атаку. И Бакстер Стокман выпускает Маусеров. Взрыв и первая волна сметена. Здорово. Переходим ко второй волне. И здесь опять же, вот рыцари плюс крысы. Ну что же, посмотрим, удастся ли Рафу с разворота вот ударом с Ихса и выбить рыцаря. Есть, рыцарь побежден и мы идем дальше в бой. Удар скрытой катана Сплинтера. Есть. Ну что же, неплохая победа. Остается еще две крысы и мы посмотрим, кто круче. Бросает желудь Микеланджело Ведения и Белки просто затаптывает бедняк крыс. Вот здорово. Переходим к третьей волне, а здесь уже сюрприз. Донни Риролевик, вот Крип и еще Зметьюн. Ну что же, попробуем выбить Крипа при помощи каменной глыбы. Удар Донателла Ведения и Крип побежден. Здорово. Кроме того, ракетами атакует Бакстер Стокман и добивает Зметьюна. Вот супер. Раф оскорбляет и привлекает внимание к себе, вот обезопасивая других героев. А Сплинтер наносит удар по болевым точкам. Вот здорово. Итак, Донни Риролевик побежден. Осталось только два человека Гриба. Одного из них добивает Микеланджело Ведения, а последнего, надеюсь, добьет до неведения при помощи своего молота. Удар и это победа. Ну что же, просто замечательно. Итак, вперед, друзья. Движемся с вами дальше и берем следующую команду от подписчиков. Вперед, вперед. Друзья, это четвертый эпизод. Вот и я беру команду от Рамазан Галиева Радитевич. Итак, Рамазан Галиев Радитевич попросил взять Эприл Кунаичи. Давайте-ка, друзья, возьмем команду от этого подписчика. Итак, нам нужна Эприл Кунаичи. Где-то здесь она должна быть. Эприл, где же ты? Есть. Кроме того, Усаги и Зимба, Сплинтер, Супер Шреддер. Давайте-ка, друзья, я возьму Супер Шреддера и Кренга классического. Ну, что я скажу, друзья, команда просто супер. Вот с такой командой, в принципе, можно идти в любой бой. Да и самые яркие герои игры Черепашки Ниндзя Легенды. Да и мультика тоже очень одни из ярчайших героев. Итак, первым делом, давайте-ка, друзья, усилим защиту нашего отряда благодаря Усаги и Зимба. Вот прокачивает благодаря особому бафу, вот на свою защиту, плюс контратака. Да, вот, друзья, кроме того, давайте-ка я усилию еще наш отряд дополнительным исцелением благодаря Супер Шреддеру. Ну что же, смотрите, какая куча положительных эффектов. Супер, а вот теперь начнем понемножку выбивать удар телекинезом Эпил Канаичи и мутировавший таракан Терминатор побежден. Здорово, вот давайте-ка еще вот добавлю положительных эффектов Асплинтера и его медитации. Неплохо, пытается что-то сделать еще Белкоид. Ага, отвечает Крэнг, не сумел добить, но я думаю, ничего страшного, друзья, хотя давайте-ка еще усилим нашу отрягу, атаку нашего отряда благодаря Крэнгу классическому. Вот так. Здорово, сигнал вот послан, а вот теперь, друзья, нужно приниматься за серьезный бой. Отлично, итак, Усаги и Димба наносит мощнейший удар катаной и Белкоид выбит, супер. Итак, первая волна пройдена шутя, переходим ко второй. Что здесь? Люди Грибы плюс Рыцари. Итак, давайте-ка, друзья, сразу же примем серьезные меры и супер удар от супер Шреддера. Шипы из-под земли, вот, который просто сметает и сминает вторую волну. Переходим к третьей волне. Вот, а здесь уже появились забавные герои. Кожеголов, Раф, вот вижу, вижу, Варваль плюс Бакстер, Муха. Вот, висит зеленый треугольник, урон по Рафу Ролевику будет повышен, поэтому метнем Камы Веер. Удар Эпик Кунаичи, есть Раф, побежден неплохо. Добиваем Бакстера Муху при помощи скрытой катаной. Здорово, отлично. Ну что же, пока неплохо, и добивает вторую волну Усаги и Димба и Диаубой с любимыми катанами. Вот, вращает их, превращается в стальной выхарь и все на своем пути выбивает. Здорово. Итак, друзья, переходим к четвертой волне и здесь нас встречает уже сюрприз. Вот такой вот монстр Кожеголов. Вот он. Ну, по крайней мере, похож на Кожеголов, только видите, в каком-то костюме. Вот так, здорово. Итак, Супер Шреддер метает костяные кунаи и наносит очень мощные повреждения. Вот ничего себе, с одного удара Супер Шреддеру удалось победить этого монстра. Ну что же, победа за нами, куча сокровищ захватили наши герои и, главное, победа на три звезды. Ну что же, здорово. Да, два ДНК Лео Рыцаря удалось нам заработать. И мы, друзья, переходим к пятому эпизоду. Итак, следующая команда от подписчиков. И это Равиль Герменгхи. Прошу прощения, латиницей написано. Вот, Павел Герменгхи. Вот, если я правильно прочитал. Прошу прощения заранее. Итак, Крис Брэдфорд. Попросил подписчик, чтобы я взял Криса Брэдфорда, Бибопа Мультика, Шреддер Мультик, Рокстеди Заяц и Зэк. Ну, сейчас я буду, друзья, искать этих героев. Зэка я нашел. Рокстеди Зайца я нашел. И осталось, друзья, только найти вот Мультика, вот Бибопа Мультика и Шреддера Мультика. А сейчас попытаемся их найти. Вот, Бибоп Мультик найден. И остался только Шреддер. Ну, вот, здорово, друзья, команда сформирована. И мы идем в атаку и посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед, вперед, вперед. Вот, и сразу же давайте-ка, друзья, я брошу световую бомбу и поджарю весь первый отряд. Ну, смотрите, как здорово сработал Зэк. Вот, уничтожил всех крыс сразу же. Вот, с терминаторами, тараканами, вот так просто это уже не сработает. И Бибоп из Мультика стреляет и добивает. Кстати, друзья, смотрите, как здорово. Зэк с Бибопом оказались рядом. Кто смотрел мультик, то есть Шреддер бросил Зэк в Мутаген. Из него превратился вот такой вот забавный Бибоп. Вот, прикольно, что они стоят рядом. Отлично. Ну, что же, Шреддер попытается выбить очередного терминатора, таракана. Удар сверху. Есть, таракан побежден. Кроме того, друзья, давайте-ка прокачаем атаку благодаря Крису Брэдфорду. Вот, теперь атаки наши будут намного сильнее. И Рокстеди Кролик пытается выбить очередного терминатора, таракана. Удар есть. Таракан побежден. А Зэк добивает уже последнего. Здорово. Итак, переходим, друзья, к третьей волне. Здесь кто нас встречает? Склеты и Белкоиды. Вот, я не думаю, что они что-то сумеют противостоять нашей команде. Поэтому без проблем вот так добиваем. Ну, пусть еще Шреддер немножко подлечит наш отряд. И будем сейчас пытаться добивать массовыми атаки. Призывая своих ниньс Шреддер из мультика. И это победа. А хотя, друзья, еще одна волна. Еще одна волна. Четвертая, в которую уже встречает наши жалевики. Микеланджело с Рафом плюс Крысиный Король. Итак, давайте-ка, наверное, все же, друзья, я прокачаю защиту. Не будем рисковать. Вот, благодаря Крису Брэдфорду это у нас здорово получилось. А вот Рокстеди Кролик попытается при помощи своей пушки уже добить Рафа. И вообще, это массовая атака была урон. Видите, как здорово он уничтожил вражеский отряд. Ну, что же, замечательно, друзья. Хорошая победа. Хороший бой. И мы идем дальше с вами командами от подписчиков. Вперед. Вот, следующим, друзья, написал и оставил свою команду. Это, смотрю, друзья, кто что написал. И это Алихан Барибаев. Вот, попросил Алихан, чтобы я взял Леонардо Классического. Итак, давайте-ка я попытаюсь его найти. Итак, Леонардо Классический. Где же ты, дружище? Где же ты спрятался? Вот, здорово. Леонардо Фильм. Есть. Змея Карай. Здорово. Кожиголов и Мандагека. Вот, оказались, в принципе, довольно-таки рядом друг возле друга. Ну, вот такая вот команда от Алихан Барибаева. Итак, вперед, друзья. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Итак, атакует Змея Карай. Причем, атакует довольно-таки мощно и без проблем выбивает очередного рыцаря. А вот на эту двойку мы бросим гранату от Мандагека. Хороший удар и враг побежден. Ну что же, замечательно. Итак, вперед. Вот, очередная пятерка. И опять же, рыцари. Вот, и плюс склеты. Лео классический метает фута и побеждает очередного врага. Супер. Вот, кстати, можно было бы пойти атаку. Хотя, вот давайте-ка по одному с этими рыцарями и склетами разберемся. Кожиголов хватает кренга. Вот, лупит им, как дубины, и выбивает очередного склета. Здорово. Массовая атака Змея Карай. И враг. Ничего себе. Я рассчитывал, что победит. Не победила. Вот, не добила. Тем не менее, Мандагека добивает очередного рыцаря. И финальную точку ставит Лео классический. Здорово. Итак, вторая волна пройдена. И мы переходим к третьей. Вот, враг все сильнее. Все непросто его победить. Но я надеюсь, у наших героев все получится. В атаку идет Лео из фильма. И просто сметает третью волну. Здорово. Переходим к четвертой волне. Но здесь уже, друзья, по-моему, у нас массовые атаки закончились. Нет, не закончились. В атаку идет Кожиголов. Вращаясь. Вот. Он просто сметает большую часть врагов. Вот уцелел только ролевики. Дони с левым. И то ненадолго. Это змея-корай пльется ядом добивай Дони. А Лео рыцаря. Вот. Давайте-ка еще усилим наш отряд. И посмотрим, кто из героев добьет этого героя. Вот. Давайте-ка еще я усилию наш отряд. Вот так. И еще усилим нашу атаку. Вот. Здорово. Отлично. Кожиголов привлекает внимание. Вот. И что же Лео рыцарь? А он сметает щит бумеранг. Пытался выбить вот Кожиголова. Это у него не получилось. Ну что же, друзья. Отличнейшая победа. Хороший бой. И я беру команду от подписчика с ником АлиПро. Вот. Попросил он взять на это испытание. Леонардо Мультика. Рафа Мультика. Донателло Мультика. И Микеланджело Мультика. Вот. Короче, друзья. Мультяшные черепашки. И сейчас мы это возьмем. Итак. Раф Мультик. Донателло Мультик. Леонардо Мультик. И Микеланджело Мультик. Друзья. Ага. Вот. Прошу прощения. Чуть ролевика не взял. Итак. Ничего я не ошибся. Нет. Все. Все понятно. Итак. Мультяшные черепашки. Идут в атаку. На. На седьмой эпизод. Останется только последний эпизод. Итак. В начале боя, друзья. Я прокачиваю уклонения. Особая способность Микеланджело из мультика. Благодаря которой вражеские удары будут проходить мимо. Здорово. И сразу же Лео превращается в стальной выхарь. Вот. Вращает катаны. И просто здорово сметает первую волну. Супер. Переходим ко второй. Вот. Недостаточно у наших героев массовых атак. Значит, друзья. Нужно усиливать атаку. И благодаря ярости Рафа это получается. Здорово. Итак. Забрасывает врагов сюрикенами. Дони из мультика. Супер. Итак. Вторая волна шутя пройдена. И мы идем к третьей волне. А вот здесь уже, друзья, будет похуже. У нас массовые атаки закончились. Значит, будем выбивать тем, что есть. Вот дымовая бомба Микеланджело из мультика. Удар. И склет выживает. Я просто в шоке. Как он мог выжить, я не знаю. Но Лео, я думаю, должен добить очередного склета. Есть. Склет побежден. А уже враги идут в атаку. Пытается что-то сделать. Ничего себе. Вы видели, как прикольно он поднырнул. Тем не менее, контратакуя Раф добивает. Итак, друзья. Давайте-ка не будем позволять врагам идти в бой. И Раф нападает при помощи разворота. Бьет Саи и уничтожает очередного склета. Да, вот, кстати, пора подумать о защите. Донни из мультика активирует устройство. И у нас появляется дополнительная защита. Вот. Вместе с уклонением. И мне кажется, это здорово. Итак, надо набраться сил. Давайте-ка поедим пиццу. И пойдем в атаку. Итак, вперед. Лео добивает очередного склета. Здорово. А Донни метает гранату. Взрыв есть. Третья волна пройдена. И мы переходим к четвертой. Ого. Ничего себе, друзья. А здесь нас встречает команда ролевиков. Смотрите, как забавно получилось. Наши черепашки из мультика против команды черепашек ролевиков. Это здорово. Это что-то. Ну что же. Давайте-ка попытаемся что-то сделать. Итак, первым геном, конечно же, будем выбивать Донни ролевика. Он волшебник. Он очень мощный. Его надо уничтожить в первую очередь. Есть. Лео из мультика его добивает. Хотя, смотрите, что делают враги. Вот бьет двадцаткой. Раф ролевик. Ничего не сумел сделать. А вот наш Раф из мультика вот оскорбляет врагов. Привлекая к себе внимание. И вот все же пытаемся добивать Микеланджело ролевого. Пока не очень удачно. Он забрасывает наших героев водными шарами. Вот досталось немножко нашему отряду. Но Раф отомстил. Продолжаем бой. Бьем вот Раф ролевика. А Лео ролевик привлекает внимание. Итак, враг активизировался. Тем не менее, надеюсь, наши герои сейчас запинают. Вот достается Лео. Метает черепа Раф варвар. Вот опять же досталось нашему отряду. Тем не менее, друзья, это победа. Это победа в четвертой волне. И мы переходим к пятой волне. Вот сама битва с боссом. Вот этот монстр КЖ Голов в костюме. Ну, как-то вот так. Итак, вперед-вперед, друзья. Конечно же, в начале боя я прокачаю уклонение. Потому что босс мощный. Чтобы у никого из нашего отряда не погибло. Вот мимо. Благодаря уклонению удар прошел мимо. А Лео из мультика атакует. Мощнейшая атака. И вот практически половину жизни удалось забрать. Кроме того, Донни забрасывает врага сюрикенами. Не удалось. Не удалось нанести достаточно повреждения. Ох, как досталось нашему отряду. Тем не менее, вот дополнительные контрудары. И возможно, бой закончит Микеланджело своей дымовой бомбой. Взрыв, удар нет. Выживает, выживает Кожеголов ненадолго. Рав при помощи своих саи добивает вот этого монстра Кожеголова. Ну, как-то вот так. Итак, друзья. Отличнейшая победа. Хороший бой. И мы берем финальную команду от подписчика. И это Павел Жуков. Вот. Попросил, друзья, чтобы я взял для испытания Бибопа. Рокстеги. Не уточнил, друзья, Бибопа какого. Поэтому, друзья, я возьму Бибопа из мультика. Рокстеги фильм уточнил. Вот сейчас будем, друзья, это все собирать. Рокстеги фильм я нашел. Бибоп мультик нашел. Бибоп и Рокстеги кролики. И Лео в конце. Вот Бибопа кролика я нашел. И Рокстеги кролика. Вот. Ну, что я скажу. Очень необычный получился состав. Давайте-ка, друзья, его протестируем. Вот. И в конце у нас будет Лео. Вот такой вот забавный вот бой. Посмотрим, как справятся вот эти герои. Но выглядит довольно-таки смешно. Итак, клеевая бомба Бибопа из мультика. Удар и склет выживает. Ничего себе. Вот я даже на такое не рассчитывал. Возможно, гранатомет-морковка от Бибопа кролика что-то сделает. Удар есть. Ну, наконец-то. Удалось хотя бы с одного удара завалить врага. Кроме того, друзья, давайте-ка я привлечу Лео мультяшного. Плюс стальным выхрем расчистит дорогу. Итак, первая волна пройдена. Шутяк. Переходим ко второй. Ну, а здесь опять же подарочек от врагов. Рокстеги кролик метает вот гранаты в виде рождественских подарок. Довольно-таки здорово досталось врагам. Ну, что же. Будем добивать чем есть. Удар дубиной Рокстеги фирма. И очередной вот фут в форме рыцаря побежден. Отлично. Бибоп из мультика стреляет. Здорово добивая очередного рыцаря. И удар выстрел Бибопа кролика. Ну, что же. Супер, друзья. Вторая волна пройдена. Шутяк. И мы переходим к третьей волне. Посмотрим, что сейчас мы можем сделать. И у нас целая куча склетов. Вот будем их пытаться выбивать понемножку. Мощнейший удар. И очередной склет побежден. Что само по себе тоже радует. Кроме того, массовая атака Рокстеги кролика. Где его пушка выстрел. Ничего себе. Как мало повреждения удалось нанести. Но я думаю, ничего страшного. Сейчас Бибоп и другие герои попробуют добить оставшихся врагов. В начале пусть и Бибоп из мультика прокачает уклонения. Здорово. А наш... В принципе, друзья, еще рано лечить. Рано лечить. Хотел подлечить наш отряд благодаря Бибопу кролику. Мне кажется, это еще пока рановато. Лучше пока мы будем добивать врагов. Есть. Итак, друзья, остался последний склет. Вот его мы сейчас и допинаем. И перейдем к следующей волне. Бибоп кролик разбегается. Скользит на животе. Бьет и добивает склета. И мы переходим к четвертой волне. Вот что нас ожидает. И нас ожидает команда ролевиков на более высокого уровня. И сразу же Рокстеди из фильма привлекает внимание, оскорбляя врагов. А Бибоп из мультика пытается нести побольше урона до неролевого. Выживает по котой. Опять же, ненадолго. А Бибоп кролик своим хвостиком его добивает. Ну что же, отличнейшая победа. Хороший бой. И мы дальше продолжаем атаковать. Вот пытался выбить Лео Рафа Варвара. Ролевого не получилось. Враги даже пытаются контратаковать. Массовая атака Вантузов от Микеланджело Ролевого. Но это уже, друзья, не имеет значения. Потому что вот Бибоп, я надеялся, что добьет. Не сумел. Не сумел. А хотя вот со второго удара это у него получилось. Итак, друзья. Вот осталось всего несколько ударов. И победа будет за нами. Враг пытается сопротивляться. Вот. Но тем не менее, я не думаю, что он что-то может нам противостоять. Итак, давайте-ка благодаря Бибопу кролика поедим попкорна. Наберем все силы. Возьмем запас энергии. И попытаемся добить Лео Ролевого. Мощнейший удар. Лео побежден. Остался только Микеланджело Ролевой. И при помощи клевой бомбы. Бибоп из мультика его добивает. Не сумел добить. Но я думаю, ничего страшного. Вот Бибоп кролик его добил. И мы, друзья, переходим к финальной пятой волне. К самому мощному монстру. Вот с которым сейчас придется столкнуться. Итак, вот каждый голов в каком-то супер-пупер костюме. Вот посмотрим, сумеет ли Лео своим супер-ударом нанести повреждения. Мощнейший удар с разворота. И только где-то третья, либо четвертая часть жизни удалось забрать. Тем не менее, я считаю, неплохой удар. Добавляет вот наши товарищи. Роксты здесь фильма наносит дополнительный удар. Но смотрите, сколько он наносит повреждения. Этот кожеголов монстр. Ого, плюс огненная волна. Насколько мало жизни осталось у Бибопа кролика. Я просто в шоке. Тем не менее, вот Бибоп из мультика стреляет. Наносит дополнительный удар. И, возможно, вот удар гранатомета морковкой. И это уже будет завершение финальной битвы. Да, вот монстр кожеголов повержен в этом специальном костюме. И это победа. Ну, просто здорово. Итак, друзья, отличнейший бой. Отличнейшая победа. Все у нас получилось. И мы получаем награду. Это ДНК кожеголова. Ну, что же, просто чудесно. На этом сегодня, друзья, я с этим с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы, друзья, не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok